добрый день дорогие мои друзья сегодня мне хотелось бы показать асимметричный крой на примере вот такой вот интересной юбочки мне она чем-то очень понравилась давайте посмотрим как она выглядит у нас в живую вот такая вот интересная юбочка я думаю что она скорее всего выполнена из так сказать замши на трикотажной основе вот сейчас есть такая или не замша эко-кожа это называется эко-кожа да то есть ну конечно это никакая не эко это обыкновенный дермантин на самом деле но тем не менее посмотрите кокетка выполнена на нижнюю сторону которая выглядит как замша да а а основная юбочка выполнена на глянцевую сторону которая как бы является похожей на кожу здесь чем мне этот интерес не чем понравилась эта юбка тем что можно работать с такими материалами и эти материалы тоже на сегодняшний день оказывается очень современные и низ таких изделий можно никак не обрабатывать то есть не они просто обрезали эту линию низа и оставили вот таким вот такой открытый срез потому что никогда подобного рода ткань у вас не осыпется но если вы захотите сделать такую юбочку из тканей компаньонов из каких-то других тканей на здоровье делайте пожалуйста только обрабатывайте уже низ и так далее наш интерес заключается в том чтобы посмотреть как эта юбочка будет у нас вести себя во время так называемого моделирования да то есть мы конечно же построим обязательно базовую конструкцию с нулевыми вот с такими прибавочками а потом на ней постараемся рассмотреть вот эти вот декоративные элементы форма юбочки во первых похоже на трапецию да видно что она очень плотно прилегает верхней части в области бедер она нас обнимает и красивыми фалточками а нас ложится внизу да то есть и передняя половинка есть вот как я успела рассмотреть она довольно более такая спокойно здесь такого динамизма и складочек больших нет эти складочки в основном находятся сзади на спинке и в этом тоже есть интерес давайте посмотрим как это сделать и мне понравилась она еще тем что здесь есть вот такой так называемый асимметричный крой то есть кокетка в которой спрятаны все выточки полагающиеся нам базовой основе и и к тому же это кокетка еще вот такая вот асимметричная что мы будем работать с двумя полочками и будем работать с двумя спинками я построила для вас выкройку передней половинки и построила выкройку задней половинки все как учили с нулевыми прибавками вытачки передняя поменьше задняя побольше боковая совсем большая и сделала их двойными потому что нам нужна и передняя половинка со сгибом и задняя половинка со сгибом и вот сейчас мы с ними будем аккуратненько с вами работать откладываем пока в сторону заднюю половинку будем работать с передней половинкой давайте еще разочек посмотрим что нам надо здесь нанести читаем технический эскиз на этом техническом эскизе мы видим вот здесь по ножке идет разрез где бы мы его сделали я думаю ну давайте сначала набросаем контура нашей нашей вот этой вот кокетки прежде всего если мы еще разочек обратимся к рисунку мы увидим что наша юбочка она находится чуть ниже самого тонкого места на линии талии то есть талия слегка приспущена и я полагаю что мы должны это обязательно отразить вот здесь то есть мы на сантиметра полтора-два эту талию приспускаем вот так вот мы ее спустим да и отрежем по этой линии затем у нас идет вот эта деталь это как бы приточной поясочек так как трикотаж эластичная ткань у нас работает да то вот этот вот приточной поясочек можно очень легко выполнить из им нашей ткани и за счет того что ткань тянется может быть можно даже обойтись без резинки внутри и резинка конечно трудно будет здесь выглядеть не очень хорошо где-то придется сделать молнию но молнию можно сделать если ткань мало тянется вот в этом вот участке вот здесь может быть расположена у нас молния потому что так нигде застежки здесь явно не акцентирована поэтому отрезаем вот эту часть совсем так и дальше мы рисуем сколько мы возьмем давайте возьмем сантиметра два с половиной возьмем ширину нашего вот этого вот поясочка вот этого поясочка два с половиной сантиметра проводим еще вот такую вот одну параллельную линию и давайте посмотрим что у нас после этого останется чтобы хорошо и аккуратно вот это все выполнить и отрезать посмотрите что я сделаю я сначала закрою вот так вот трудно сейчас мне закрывать но тем не менее все равно вот так закрою эту выточку да и у меня изменилась конфигурация верхней половинки я ее сделаю более мягкой но сейчас я отрежу и вы будете это видеть в живую видите как я отрезала вот так вот я отрезала после этого я могу отложить наши два сантиметра два с половиной это у меня будет поясочек и тоже по нему отрезать аккуратненько при закрытой вытачке мы знаем что любой срез мы должны если у нас вытачь он проходит через какую-то открытую вытачку мы эту вытачку должны закрыть поэтому мы ее сложили и оформляли верхний срез при закрытых вот этих наших вытачках вот то что осталось у нас внизу а вот такой вот из себя вот так выглядит у нас на самом деле сейчас верхняя деталь наша то есть тот поясочек который явно видно что он тут приточной вытачки мы на нем закроем и в разворот если мы его посмотрим он у нас будет выглядеть вот как-то так давайте вот сюда я положу мы его закрепим и вы увидите что вытачки здесь уже будут у него закрыты вот такая у него будет форма такая форма это верхнего поясочка убираем его в сторонку пока потом мы к нему вернемся давайте будем работать сейчас вот с этой кокеткой еще разочек кладем рядышком кладем это все рядышком и начинаем считывать информацию значит смотрим мы сейчас находимся верхняя часть у нас вот она вот она идет верхняя часть мы выбираем вот это расстояние копируем его вот отсюда но я бы взяла примерно так потому что до линии бедер явно это не доходит и примерно столько же у нас сбоку может быть чуть поменьше давайте справа боку возьмем да теперь я рисую вот эту линию я хочу чтобы она у меня шла вот так по ноге она спускается явно до уровня бедер доходит или даже чуть пониже а потом моя линия идет как-то вот так вот так с легким прогибом она уходит у меня вот сюда вот так я бы ее изобразила прогиб мне что-то этот не очень сильно понравился можно сделать просто прямую линию давайте я попробую им поиграть чтобы сделать ее симпатичнее и симпатичнее этот прогиб да может быть его можно сделать вот какой то вот наверное вот такой вот будет логичнее потому что когда два раза эта линия ломается не есть здорово вот так давайте сделаем так а здесь мы сделаем в другую сторону прогибчик маленький сделаем вот так и вот эту часть мы сделаем тоже такой вот привлекательной симпатичной с некоторым маленьким таким вот прогибом вот такая у нас нарисовалась история так мы скопировали эту кокетку давайте ее вырежем когда мы будем вырезать линии сложные пожалуйста не забывайте что чем больше у вас будет контрольных точек да тем легче вам будет сметать такую юбочку вот я проставила контрольные точки чтобы нам было легче потом соединять такую фигурную кокетку с нашим низом и мы вырезаем вот эту кокетку так мы к ней еще вернемся дальше у нас идет ну давайте закончим с кокеткой закончим с кокеткой смотрите здесь выточки а там выточек нет как же нам от них избавиться а избавиться вот как значит вот эту выточку мы спокойно можем вот эту выточку маленькую мы спокойно можем довести до вот до этого края и закрыть его и и до самого конца что я сейчас успехом вот так вот и проделаю вот я ее как бы закрыла до самого конца а здесь это не получается но выточка то у нас сколько сантиметров давайте-ка измерим линеечкой она ведь очень низко отрезалась вот она у меня стала один сантиметр можно ли о чем-то говорить давайте пол сантиметра снимем вот здесь сбоку а пол сантиметра переведем в посадку вот и все и наша задача будет решена значит мы ее размоделировали пол сантиметра забрали в боковой шов а вот этот кусочек пол сантиметра оставшиеся мы припосадили а эту выточку мы всю схлопнули закрыли вот так будет выглядеть наша кокетка все с ней мы разобрались потом ее тоже приклеим туда куда нам надо давайте работаем дальше продолжаем работать вот с этой частью во первых мы видим что здесь у нас есть разрез поэтому берем линеечку и спокойно вот так разрезаем и в юбочке я думаю здесь есть боковой шов а может быть его не будет сейчас мы узнаем это все значит мы должны разрезать наши детали нашу нижнюю деталь по этому шву вот оставим пока боковую часть поработаем с этой видите она у нас расклешенная она у нас расклешенная но расклешенная не очень сильно поэтому я на как расклешение мы достигаем мы достигаем за счет лучевой раздвижки давайте я выберу два лучика вот здесь один и вот здесь один на этой ткани и эти лучики сюда изображу раз ну и давайте поближе вот так вот сделаем и вот так то есть я выбрала два лучика и мы переходим на к моделированию этой части юбочки для этого мы берем детальку разрезаем по этим лучевая раздвижка у нас помогает сделать ткань шире разводим ее внизу не очень сильно потому что юбочка спереди спереди у нас такая достаточно достаточно спокойная там нет такого буйства как на спинке поэтому мы очень сильно разводить ее не будем так сейчас мы ее прикрепим к нашей истории вот здесь прикрепили и прикрепим пытаемся понять насколько надо расклешить я думаю что вот этого расклешения будет вполне вполне достаточно потому что она не должна быть очень широкой поэтому давайте вот так вот выбрали небольшое расклешение и закрепили свою юбочку поддерживаем эту историю теперь я в эту сторону развожусь ровно настолько насколько я здесь открылась в этом месте и прикрепили ну и давайте для красоты уже прикрепим мы еще и вот эту нашу деталь потому что она со сгибом и она у нас отходит немножко мы с помощью лучевой раздвижки изобразили с вами вот это расклешение спереди теперь его нужно обязательно поддержать по боковым швам как поддержать ну я думаю что тоже вот так сильно расклешать нам не нужно где-то вот такой вот уровень примерно такой же как там нас вполне устроит то есть вот так вот я бы нарисовала и конечно надо сделать эту раздвижку это же в нашем разрезе но уже поменьше но уже поменьше чтобы здесь сильно складочку таких больших не получалось и вот что у нас выходит в результате давайте посмотрим что какой внешний вид у нас получился вот этой вот юбочки со стороны ну у передней ее половинки так и спокойно идем по линии низа и боковая наша часть боковую часть нам конечно же тоже нужно изменить вот боковая часть давайте мы ее закрепим сюда к себе да мы точно также добавим небольшое раскрешение вот с этой стороны чтобы выглядело это достаточно симметричным то есть с той стороны где они встречаются и вот такое же раскрешение мы добавим по боковому шву чтобы был так называемый у нас ритм ритм так и наша деталька выглядит вот таким образом вот таким образом выглядит наша деталька чтобы картинка у нас получилось полной давайте мы с вами сделаем еще вот эту деталь сюда положим и прикрепим ее 1 и 2 деталька она у нас будет выглядеть вот так вот так вытачки мы с вытачками мы разобрались у нас никаких вытачек на кокет очки как и нужно нам не осталось так так и конечно же наш передняя часть нашего поясочка но давайте мы ее обведем вот на этом вот месте здесь мы положили и вот здесь мы и положим и тоже обведем видите какой конфигурации она у нас оказалась то есть нужно выкраивать ее обязательно вот с таким вот сильным прогибом тогда все наши расстояния будут выдержаны и все у нас будет с вами хорошо вот так это мы с вами построили переднюю половинку задняя половинка строится аналогично пойдем уже работать с ней побыстрее откладываю откладываем это в сторонку берем заднюю половинку так как кокет очка у нас уже была впереди нарисована мы все потихонечку повторяем работаем со спинкой копируем мы форму вот этой кокет очки значит этот шовчик у нас вот здесь вот идет так этот шовчик у нас вот отсюда идет все эти линии наносим и скопировали вот эти линии у нас вот здесь вот здесь вот есть линии кориевики меня вообще очень много вот здесь вот ж�тcy Продолжение следует... 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 Продолжение следует...